Его не станет в феврале 25-го, 26-го февраля. Перед этим он будет долго болеть. Сначала в Иркутске, потом в Самаре. Но все это время он не прекращал работу. И только за месяц до смерти, когда боли стали невыносимыми, лег. Операция уже ничего не решила. «Разыщут ли вас эти строки в краю изгнания и разлук? В Чите или в Владивостоке, мой юный, мой прекрасный друг?» По свидетельству современников, Головкин был далек от политических событий своего времени и не интересовался тем, кто и почему рвется к власти. Он сам жил совсем в другой системе ценностей. Но, будучи человеком состоятельным, прекрасно понимал, что репрессии будут. Будут неминуемо. И поэтому из города надо уезжать. И вот в Самаре послышалась артиллерийская канонада, а в домах задрожали стекла. Части Красной Армии рвались со стороны железной дороги и готовы были вот-вот войти в город. Внезапно вошел папа, вспоминал потом дочь Константина Головкина, и сказал, что мы уезжаем. Для сборов у нас есть часа три-четыре, не больше. Санитарный поезд идет в Сибирь. И мы поедем в нем из дома на неопределенное время. Я очень вас прошу, поторопитесь, пожалуйста. И вот уже жена и двое старших детей Головкина вышли вот из этого самого дома, из этой двери сюда. Здесь на тротуаре стояли несколько чемоданов, в которые уместилось только самое-самое необходимое. Никто из них не знал, когда они вернутся домой, вернутся ли вообще. А в доме оставались две бабушки и маленький Юраша, который совсем недавно переболел и еще не полностью оправился после этой болезни. Мы никогда не узнаем, о чем он думал в этот день и в эти минуты. Он человек, родившийся в этом городе и приросший к нему всеми своими корнями и печенками, видевший его во сне, писавший наяву и мечтавший о том, чтобы этот город стал по-настоящему просвещенным европейским. А сейчас он бежал из этого города. Бежал в неопределенность, чтобы спасти жизнь хоть кому-то из близких. А пока семья Головкиных еще только спешит на вокзал, чтобы надолго, а может быть и навсегда покинуть Самару, мы с вами еще задержимся здесь и на нее-то на Самару посмотрим. На Самару осенью 1918 года, осенью краха всех надежд на будущее и леденящего ужаса за близких. Была такая осень. И в жизни Головкиных, и в жизни еще многих других их современников. Вроде бы все то же самое. Тот же город, то же серое небо над ним и те же стаи, улетающих в дальние края птиц. Те же, да не те. Придет зима, город засыплет снегом, закружатся и заводят метели. Но потом метели стихнут, снега растают. И птицы вернутся к своим гнездам, как ни в чем не бывало. Птицы вернутся, а вот люди. И на этот вопрос той осенью никто не мог дать ответа. Ответа на этот вопрос просто не было. Из материалов городской думы известно, что, будучи еще совсем молодым человеком, Головкин арендовал у города участок на левом берегу Волги между Винным оврагом и Барбашиной поляной, предназначенной для строительства на нем дачи. А вот руки до строительства загородного дома у Константина Павловича Головкина дошли только в 1909 году. За помощью в проектировании и строительстве его Головкин обратился к архитектору Валентину Тепферу. Но и сам он тоже принимал активное участие в строительстве этой дачи, думая, что и он сам, и его дети, и внуки еще долгие годы будут любоваться из-за ее окон видами Волги и ее правым берегом. Любоваться Волгой, идущими по ней вверх и вниз пароходами, и прекрасно видным отсюда правым берегом Головкину и его близким придется совсем недолго. Но эти картины будут с ними потом всю жизнь. Они будут видеть их во сне. А в жизни и Головкина, и его семьи будет много лишения, искитания, унижения и очень слабая надежда на то, что когда-нибудь разум возьмет верх. Правда, эта надежда будет таять на глазах не по дням, а по часам, как утренний туман над Волгой и солнечные лучи в часы заката. Летом 1914 года, когда публика на Волжских пароходах станет еще беспечно любоваться видами самарских окрестностей, дачная почта, которая будет доставлять сюда, на эту дачу, газеты, уже расскажет проницательному Константину Павловичу Головкину, что тот мир, в котором он строил для себя и для своих близких, эту дачу уже дал трещину. Нет, пока эта трещина еще не была видна, но с каждым днем она будет становиться все более и более заметной. Летом 1914 года хозяину этого необыкновенного дома над Волгой было 42. 8 лет назад он женился на дочери старбуянского крестьянина Погорельца, впоследствии удочеренным механиком волжского пароходства. К 1914 году в семье уже было трое детей, а еще несколько лет спустя родится последний сын Юрий. Казалось бы, все несчастья и невзгоды должны обойти этот дом над Волгой стороной, но совсем скоро в его окнах отразятся совсем другие зерницы. И снова оставим Головкиных и повернем колесо времени вперед, еще вперед и еще. У нас, живущих после, есть такая возможность крутить колесо времени в самых разных направлениях. Вот она, дача Головкиных, застегнутая нами после. И здесь тот же дом, и те же слоны, и та же печальная паночка. Или здесь она не печальная? Знают ли люди, фотографирующиеся сейчас рядом с этими купеческими фантазиями, что совсем этим стояло? И есть ли им до этого дела? Вертится колесо времени, мелькают дни и десятилетия. Пройдет еще всего 4 года. А дачникам, которые будут смотреть в окна этого дома на Волгу, откроются совсем другие картины. В июне 1918 года газета «Вечерняя заря», которую также доставит сюда, правда, с небольшим опозданием, дачная почта, поместит заметку, которая называлась «Прорвавшиеся пароходы». Сегодня, говорилось в этой заметке, сверху по Волге, к Самаре, прорвались два парохода. Прибывшие пассажиры передают, что возле Казани и Симбирска их скопилось огромное количество. Образовались целые плавучие города в 30-40 тысяч человек. Возбуждение в населении против большевиков растет непрерывно. Возбуждение против советской власти среди населения растет непрерывно. Прочитает и Константин Павлович Головкин. В Казани и в Нижнем уже всем известно о том, что большевиков из Самары выгнали. Нам неизвестно, радовали ли эти сообщения вот эту каменную красавицу возле дачи Константина Павловича Головкина. Кажется, в ее лице и в глазах застыло совсем другое выражение. Выражение глубокой печали и ужаса перед тем будущим, которое ожидало и ее, и хозяев этого замечательного дома. А это будущее было уже где-то здесь, совсем рядом. Стояло вот за этой дверью, пряталось вот в тех зарослях. Будущее, жить в котором не придется ни мечтателю Головкину, ни тем, кто был рядом с ним. Будущее, которое было рядом, но на дворе стояло лето 1918-го, и все еще могло сложиться совершенно неожиданно. Весной птицы возвращаются к своим гнездам. Что-то в них, видимо, есть особенное, влекущее и не дающее забыть и об этих гнездах, и о кронах родных деревьев, и вот об этой Волге, которая совсем рядом. Что? Нет, птицы об этом молчат. Спрашивай их или не спрашивай. Птицы молчат, а вот Константин Головкин, может быть, и рассказал бы. Правда, вопросов этих ему никто не задавал. А может, и хорошо, что не задавали ему этих вопросов. Может, проживе он еще чуть дольше, вопросы к нему обязательно бы возникли? Вот только нашелся ли бы он, что на эти вопросы ответить? Да, летом 1918 года все могло повернуться в самом неожиданном направлении. А вот осенью направление стало только одно – направлением бегства в Сибирь. В Сибирь ехали долго и медленно. Поезд прошел Уфу, Челябинск, а вот дальше Иркутска не пошел, остановился, хотя первоначально собирались ехать до Читы. В Иркутске оказалось много знакомых из Самары. Сначала Головкины снимали комнату в доме графа Татищева, а потом сняли небольшой домик на берегу Ангары. И все это время Головкин продолжал думать о Самаре, думать и работать для нее, для ее будущего музея и для тех, кто будет жить в ней завтра. А вот в Самаре в это время меньше всего думали о музеях. В Самаре в это время экспроприировали и национализировали. Грабили недограбленное и потрошили недопотрошенное. Головкин? А кто такой этот ваш Головкин? Ну ладно, пускай возвращается, а там посмотрим. В августе 22-го Головкины вернулись домой и привезли с собой уникальную коллекцию предметов, купленных Константином Павловичем в Маньчжурии, в Китае и в Японии. Нет, эти предметы нужны были не ему лично, они нужны были Самаре, которая когда-нибудь обязательно будет по-настоящему европейской и просвещенной. Пронесся вихрь, мечтанья руша, расстаться было суждено, и не сольются наши души в неизъяснимое одно. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова